Сравнительно новая, существующая всего два года общественная организация Ак-Ин-Эйлер собрала своих представителей для проведения семинара в неофициальной обстановке в необычном, но красивейшем месте республики – Мурадымовском ущелье. Здесь встретились участники клубов из 16 районов и городских округов южной зоны Башкортостана. Сегодня такой красивый день. Мы приехали на собрание клуба Ак-Ин-Эйлер. Встретили много знакомых и очень порадовались этому. Сейчас планируем позавтракать. Здесь очень красивая природа, смотрим и не можем налюбоваться. В своей деревне мы представляем клуб Ак-Ин-Эйлер. Здесь знакомимся с представителями организаций из других районов, общаемся, рассказываем друг другу о достижениях и планах, о проблемах. Приехали с целью обменяться опытом. Основными целями и задачами общественной организации Ак-Ин-Эйлер являются воспитание молодежи в лучших традициях, пропаганда здорового образа жизни, укрепление семьи и, самое главное, сохранение национальной самобытности. Поэтому все представители общества прибыли на встречу в башкирских национальных костюмах и привезли с собой различные текстильные изделия, созданные своими руками, для того, чтобы показать свои умения и поделиться опытом. Издавна моей бабушке, прабабушке, моя мама была прекрасной рукодельницей, которая научила нас с детства всему тому, что она сама умела. Вот и шали, которые мы вяжем, эти тоже я привезла сегодня. Значит, для дома, в старину все делали и украшали, чтобы в доме было уютно и красиво. На импровизированных выставочных площадках творческие коллективы районов приветствовали гостей семинара башкирскими национальными песнями. Эта встреча является большим вкладом в процесс сохранения башкирского национального достояния. Чтобы поддержать эту деятельность, мы приехали сегодня сюда с целью дарить людям свои песни, чтобы прививать любовь к родному башкирскому языку. На встречу также прибыли почетные гости из столицы, руководители общественных организаций, творческие деятели. Они прошли по созданным районам и площадкам. Представители клубов Ак и Нейлер встретили их подготовленными вокальными номерами и рассказали о своих достижениях в общественной деятельности. Далее по программе состоялся семинар. Открыл его традиционным прочтением молитвы Мула, благословив мероприятие на успешные дела. Для гостей встречи выступили творческие коллективы Дома культуры села Мраково. Дома культуры села Мула, Выступать на таком большом мероприятии, где собралось так много представителей районов и городов республики, для нас большая честь. И наша этно-рок-группа «Байэмбет» считает своей обязанностью принимать здесь участие для поднятия башкирского духа, поддержания культуры и традиций. И когда мы поем, играем, кажется, что нам неплохо удается вдохновлять. После концертной программы мероприятия главы организации АКНЛР со всех 16 районов были приглашены для обсуждения проблем и вопросов, накопившихся у них за время общественной деятельности в женских клубах. В своих выступлениях они рассказали о развитии башкирской национальности в муниципалитетах. Мы такие же башкиры, как вы, родились в деревнях. Так же, как и вы, живем в своем городе ради сохранения языка, родины, национальности. Несмотря на то, что в Кумертау проживают всего лишь 16% башкир, работаем и живем мы дружно, как семья. Можно сказать, что каждый знает друг друга. В нескольких наших образовательных учреждениях дети углубленно изучают башкирский язык. Это школа номер 13 имени Мухаммеда Искужина, Башкирская гимназия номер 3, а также РПЛИ. Является центром, выпускающим башкироязычных специалистов. Таким образом, мы в Кумертау, так же, как и вы, в своих муниципалитетах, живем ради сохранения нашей национальности и языка. Все представители районов подготовились к встрече. Чтобы привить любовь молодого поколения к семейным ценностям и заинтересовать их историей башкирского народа, участники клубов АКНЛР приготовили ряд национальных представлений, одним из которых стал показ мод – башкирской одежды в современном стиле, но не нарушающей религиозные каноны. А творческий коллектив другого района представил обряд встречи невесты со всей национальной атрибутикой и в старинных традициях. С напутственными речами к представителям общества АКНЛР выступили почетные гости из столицы. Каждый из них поблагодарил женщин за их успешную и полезную общественную деятельность и отметил важность всех их достижений в сохранении национальных ценностей. Только государственными учреждениями сохранить традиции родного края и родного языка невозможно. Если каждый человек на своей родине ради народа не будет трудиться, то вряд ли такую национальность ждет будущее. Сегодня я вижу, вы здесь говорите о деятельности организации с горящими сердцами и заинтересованными глазами. Пока есть такие женщины, как АК и НЛР, наш язык всегда будет жить, расти и развиваться. Кроме районных творческих коллективов, на мероприятие выступили приглашенные столичные артисты. ПЕСНЯ Я очень довольна, я очень благодарна голове Куварщинского района. Он вообще очень отзывчивый человек. Самое главное, он понимает, что такие мероприятия помогают работе. Не только же экономика, не только уборка. Сначала надо дух поднимать человека, настроение поднимать. Потом только работу надо требовать, так ведь? В завершение мероприятия самые активные представители клубов АК и НЛР были награждены председателем организации Гульфиёй Янбаевой благодарственными письмами за достижения и успехи в общественной работе. Такие встречи очень нужны и важны для нашего народа, чтобы понимать дух и даже улучшать самочувствие. Работа нашего общества охватывает различные направления. Сегодня мы познакомились с другими женщинами организации из других районов, поставили себе новые цели и с вдохновением планируем работать дальше. Очень много полезного мы сегодня узнали. Мы только-только начинаем в городе Кумертал. Два года существует эта организация, и мы сегодня полностью слушали, перенимали их опыт. И думаю, что полезного очень много услышали. В такое прекрасное время года совещание для всех нас, организованное Гульфиёй Янбаевой, стало очень продуктивным. И теперь, вернувшись в Кумертал, мы поделимся всей полезной информацией со всеми женщинами нашей организации. Здесь мы вдохновились и набрали сил для того, чтобы в своем Кумертау, в клубе Ак-Ин-Эляр, начать новые дела и продолжить начатые. В общем, остались под большим впечатлением. Спасибо. Спасибо.